Закачает вода за лепти, Все изменит в моей судьбе. Как зацелует вода до смерти, Не отпустит меня к тебе. Не ревнуй, не ревнуй. Это были песни нашего века, которые поют мои песни. А с этой песней была дико скандальная история, которая описана в первой книжке в главе Паруса Возенштерна. Это был далекий 62-й год, когда мне грозило полное неправление дальше, закрытие визы и другие неприятные события, которые мне грозил наш инполит, который эту песню реквизировал, вызвал меня и заявил, что корабль все-таки считался военным, 100 моряков, 18 офицеров, хоть и пакостных, гидрографических судов, даже военных. Я, говорит, дней ночи и не сплю, личный состав воспитываю в духе абсолютной преданности партии и правительства. А вы не взяли, его в один раз разложили. Тут я испугался. Но когда мы вернемся в базу, в Балтийск, с вами будет освободил флота, разговаривает. Вам так это не пройдет. Это идеологическая диверсия, то, что учили вот с этой песней. Я говорю, почему? Ну как, в вашей строчке, что вы пишете про женщину? Оскорбительные слова. Про советскую женщину. Вы пишете, что у нее грудь есть? Так, а может вы на сердце, что ли, намекаете? А для советского человека любви грудь не имеет никакого значения. Главное моральное облик. Да, и вот дальше вся эта история с этой песней. Вот была описана песня, была арестована, я был тоже арестован. Меня за борт на ней выпустили, галерирую из Советского Союза. То ли меня сейчас сажают, то ли потом. А в мою судьбу и судьбу песни решил начальник политотдела. Дважды красознамена Балтийского флота, конторгенов товарища Пачипайла, который, выслушав песню, сказал такие исторические слова. В запись. А что? Правильная песня. Она показывает, что моряк должен любить море больше, чем бабу. Разрешить! Это определило мою судьбу на многие десятилетия. Вот, а то мы с вами тут не встретились. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти книги, завтра я участвую в презентации этих книг, я был в магазине «Москва», в Ленинграде, в доме книги. И завтра презентация этой книги на Полянке, в этом магазине «Владая гвардия». Книга исчезает, как вода сквозь песок. Тираж маленький. Поэтому я, если есть желающие ее приобрести, все это сделать здесь, может, через неделю, это практически невозможно нигде. А в магазине национально больше, чем здесь. Так что имейте, вот, у меня просили сказать товарищей, которые ее сюда привезли. Вот и все. Потому что потом начинается погоня, где, чего, помогите. Я помочь не смогу уже потом. Только вот, когда есть, надо брать. Я, к счастью, своему, заходил в дом книги, где стоит всегда поэзия, всякая. Ни разу своих книг, стихов я там не видел. А они выходят. Они просто не заходят до дома книги. И ставьте в вас. Значит, с этой книгой не имейте виновата. Спасибо. А мы с вами. Я продолжу историю с преступлениями против правил поведения советского гражданина за рубежом. Еще одна история. Пока я не буду брать записки. Взалеком 1974 году, и, собственно, из-за этой части, те, кто видел мой фильм или читал второй том этой книги, знают, о чем взять речь. Взалеком 1974 году наше судно Дмитрия Менделеева зашло в столицу Новой Зеландии и порт вернулся к этому. У нас получилась неприятность. Поломался байвер рулевого управления. Судно не могло выйти из гавани, потому что без руля не все плавать, как известно. И пока нам везли из ФРГ всякие запасные детали, мы там загорали в Новой Зеландии, денег нам не платили. Естественно, две недели мы там состояли. Сейчас-то над нами в подаче советского подсольства взяло общество советской новозеландской дроби, то есть компартия, на самом деле, тогдашней. Сейчас уже запретили, Павлович. Вот. Значит, и... Ну, там, значит, по тройкам мы ходили, все. Я познакомился с одной из активистов компартии. Очень красивая женщина. Я была лет около 40 или 39 лет. Джуди Холловей. Фотография есть во второй книжке. Их больше, чем всех других. Вот. Да. И, ну, там она по-английски ничего не понимала, я по-английски тоже не очень. Вот. У нас она возила нашу тройку. У нее была маленькая машина. Мы ездили на пляже, собрать жемчужный раковин, галиотики, еще что-то, еще что-то. Великой дискуссии о литературе и политике. Она оказалась левой-коммунистской, чуть не маистского толка, да? Поклонница Арнеста Чета, и Купицкой революции. И в общем, в голове, конечно, хорошо, но не очень. Но, значит, но эти дискуссии кончились совершенно неожиданно для меня, не знаю, как для нее. Вот. И когда судно уходило из порта, замполито, а ушло, наверное, раньше, потому что после... Она приехала за сутки перед этим и попросила свидания со мной. А поскольку они были закончены, замполито сказал, что нет, с Александром он занят, мы не можем запустить к Александру. Она говорит, передайте ему мое письмо. Она, коммунистка, она искала, написала на любовное письмо и долго думала, какому надежному человеку его передать. И нашла замполито нашего сутки. У меня, когда я в этом зал, в зал 36 лет спустя, вот сейчас, после... Я прошлом году был в Новозеландии, через 35 лет. Вот. У меня остатки вот дымом стали от ужаса. Вот. Она прийла письмо, в котором объяснялось мне в любви. И предлагала руку и сердце. И остаться с ней в Новой Зеландии, жениться на ней. И в знак обручения, а в 74-м году это я родной семьи и изменил родину. И в знак обручения поставило мне золотое колечко прямо в этом письме. Значит, зомболит оказался на высоте. Колечко мне, конечно, не передал, да? Но! Но! Не дал письмоход в своем политическом донесении. Кстати, Леш, мы... Не заходили в... У меня уже стоило раз. Это все в 74-м году было. Мы не заходили там на Новозеландию, да? А кто был не фруктовый прострелить партнеров? Не помнишь? Ну, неважно. Короче говоря, значит, обо всем этом я ничего не знал. 36 лет прошло. И я снова попал в Новую Зеландию. Я попал туда на выступление и так далее. Но я попросил Балли Шторл сказать ее. Я был уверен, что оно ушло. Значит, оно ушло, она раньше, потому что за политику она сказала. Когда выходит сюда? За политику я сказал. Я приеду провожать. За политику в Зеландию сказали, что значит так, что значит, что выгод? Уйдем 14. Договориться с портовыми властями. Почему? Я не хочу тебе объяснять. Я сказал, пошли. И мы вышли. Значит, она рассказывала уже сейчас, что когда она приехала меня провожать, сломанно уходила из спорта, она стояла на бревые плакала и всякое такое. И прошло, соответственно, 35-36 лет, когда мы уходили тогда из гавани, я стою на борту написал такую грустную песню. Не повышает настроение лисистых склонов красота, у нас сейчас метель весенняя, а здесь осенние цвета. Веселый марш играет радио, вода запела под винтом, Прощай же, Новая Зеландия, Прощай же, город Великтон. Прощай же, Новая Зеландия, Прощай же, город Великтон. Здесь мной не пахано, не сиено, не для меня тепла вода. В краю, где солнце светит с севера, не знают мне женщин никогда. Вкручу сейчас, чего же радио, и вспоминаю не о том. Прощай же, Новая Зеландия, Прощай же, город Великтон. 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 Спасибо. Новый Зеландия оказался тоже белый коншит. У него в каюте лежала большая ступка портрета Владимировича Ленина, который должен был раздавать бесплатно пристянием братских партий. Он взял один из этих неликвидов и вручил ей, сказавшую, что это снег любви от Александра. 35 лет этот портрет Владимира Ленина висела в спальне, и она приехала меня вот сейчас встречать, держа ее в руках. Можете себе представить, да? Но вот ее нашли с трудом, потому что искали ее мои друзья в Новозеландии, нашли ее под списком оплаты чеченских взносов Коммунистической партии, что самое смешное, да? Вот. Значит, когда она встречала меня, она держала в руках представителя Ленина, а в сумке у меня была биография Федерия Кастро. То есть у нее какие-то сфереополитические взгляды, но мы абсолютно не изменились. Но меня очень окрылило это наше нынешнее свидание. Я написал еще одну песню. Это песня в названии серии фильма, которая тут есть, посещенная на этой нашей встрече, где она есть и так далее. Называется «Hello, Чуде». Судно из Гаврии выйти готово, Над побережьем грядеет туман. Кончен заход, отдаются швардой, Снова нас ждет впереди океан. Крылья раскрыли, портовые воды, Время пришло возвращаться домой. Новой Зеландии, берег зеленый, Таин за нашей кормой. Гуд, бай, чуди, Курс навечен, Нам не встретиться вновь. Чем короче были встречи, Тем сильнее любовь. В Вильниктоне нынче нету, А в России метель. На планете дальше нету Наших праздных земель, Беж кромешных серых будин, Обо мне вспоминай. Гуд, бай, чуди, Гуд, бай, чуди, Гуд, бай, чуди, Гуд, бай. Быстрой водой, Выбегающей в реках, Необратимое время течет, Тем для кого Миновало полвека, Двадцать часов Перевета не в счет. Калали в ночь Ямалайские склоны, От неподвижности Ноги слило. В Новой Зеландии, Берег зеленый, Снова плывет под крыло. Хелло, чуди, Хелло, чуди, Я вернусь опять. Хелло, чуди, Хелло, чуди, Выйди друга встречать. Непогода в странах юга И немолоды мы. Как узнаем мы друг друга На пороге зимы. Зимний ветер, Щеки студит, А на сердце тепло. Хелло, чуди, Хелло, чуди, Хелло, чуди, Хелло. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, Против спеть песню, написанную в 1963 году В геркулесовском проливе, Которая дала название Второй книге. Песня называется «У геркулесовых столбов». О, геркулесовых столбов, Лежит поверх дорога, О, геркулесовых столбов, Геркулесовых столбов, Где плавут одессеи, Меня плакать не спеши, Ты подожди немного, И черных платьев не носи, И частых слез не сей, Меня плакать не спеши, Ты подожди немного, И черных платьев не носи, И частых слез не сей, Еще под парусом дуги, В чужих морях не спи мы, Еще к тебе я не берусь, Не знаю сам когда, О, геркулесовых столбов, Дельфины греют смины, И между двух материкой, Там, где несут суда, О, геркулесовых столбов, Дельфины греют смины, И между двух материкой, Там, где несут суда, Еще над черной глубиной, Морочит нас тревога, Вдаля от царства твоего, От царства рук и рук, Пускай, пока моя родня, Тебя не судит строго, Пускай, на стенке повеси, Мой заплённый лук, Пускай, пока моя родня, Тебя не судит строго, Пускай, на стенке повеси, Мой заплённый лук, Тебя не судит строго, А в геркулесовых столбов, Лежит твоя дорога, Твой с южной ветер до утра, В твою стучится дверь, Ты не спеши меня забыть, Ты подожди немного, И вино сладкие не пей, И женихам не верь, ты не спеши меня забыть Ты подожди немного, и вино сладкий не бег И женихам не верь Есть песня, которая так называется, как эта песня Потребче, парень, вяжу возник, 63-й год, красотчет А можно я эту тайну раскрою? Да-да И геркулесовые столбы, и следующая песня написана как бы подряд, по одному и тому полу Да-да-да Через день написана одна после другой Вареностеатской гибраторы, точно Что за повод был? Ну, был какой-то повод А у нас одного характера Не-не-не-не, у нас один вакцинный офицер, Володь Георгиев, получила дежурную радиограмму, действительно Вышла замуж, прошу развод, целую Шура Интересно, это женская логия Это вот трава на всем корабле у нас орица Я написал обе эти песни Целую О нем покрепче Когда придем мы домой Не верь подруге, а верь в вино Не ждет женщин добра Сегодня помните не надо О том, что было вчера За длинный стол За длинный стол Посади друзей И песню громче За попой Еще от зависти Лопнусь И когда придем мы домой Еще от зависти Лопнусь И когда придем мы домой Не плачь Не плачь, моряк О чужой земле Скользящий И мимо портов Пускай Ладони Твои В споре Без пятен Сердце Забыла И золото Кутай В холодный Ты Водой Соленой Умовой И снова станешь ты Молодым Когда придем мы домой И снова станешь ты Молодым Когда придем мы домой А крепче парень Веже узлы Беда идет Капитан Удар и ветер Сегодня злы И золка в счет Капитан И нет отсюда Пути назад А где следа За кормой А никто Не сможет Тебе сказать Когда придем мы домой И нет отсюда Пути назад А где следа За кормой Сорчет Не сможет Тебе сказать Когда придем мы домой Тролесом Моисеевич Сегодня важный день В моей жизни Он совпал С вашим концертом У вас есть Мистические песни? У нас есть Мистические песни? Что это такое? Что-то очень много Мистических песен На самом деле Надо понять Что имеется в виду Ну например Что-то мистическое Вроде как-то Наверное Оптимистический Нет Мистический Правда Не Ну это не мистический Это наоборот Атлантида Тоже как бы Глубоко научный Глубоко научный взгляд Туда Боюсь что Понимаете Мистика она возникает Откуда-то От самого Предыдущая песня Абсолютно мистическая Сколько Я вот эти Предыдущие две песни Знаю Столько на них Наворочено событий Ну это правда Как они Это правда Это правда Мистические песни Прям вот Я пел песню Бахайский храм Да Я ее в частности Пел в городе Этому саму Портленде В Америке Где до концерта Была снято Католическая церковь Они не сдают Огодно под концерты И я стоял Значит вот Окно В витражах Таких цветных Да Был пасмурный день И я стоял Значит вот На месте Где там Вроде Антаря Что-то такое И народ сидел И когда Я спел Ибо Бог есть любовь И Бог есть любовь Зал ахнул И я не понял Что произошло Оказывается В этот момент Вышло солнце Из-за туч И луч солнца Пройдя через красную Вот эту черепицу Прозрачную Ветража Он упал на мою лысину Из-за Инициатива Больше света Возник И как бы осенил меня Знаменем Я был потрясен Потому что есть фотография Я этого не видел А зал весь акман Это мистика Мистика конечно Или что-то в этом роде Но мистические песни Боюсь что у меня Пожалуй В уговальном смысле Этого слова Нету Про мистику А понто дель гадо А понто дель гадо Можем конечно Оважать Как живет ваша лаборатория В соседе океанология Да и чем живет Ну как чем живет Живет Копейками Которые у нашей великой стране Отценивают на науку И какими-то Ой это Не будем На самом деле Вернемся лучше В далекий 78 77 Год Когда мы еще Были в рассвете И наше судно Дмитрий Венделеев Зашло на Азорские острова В маленький Португальский Городок Сен-Мигель Даусер Сен-Мигель В маленький Португальский Городок Понто дель гадо В городе Понто дель гадо Нет магазинов роскошных Горь сеневатой Горь сеневатой глыбой Тают в окрестном Думане В городе Понто дель гадо Девочка смотрит в окошко Красно-огромной рыбой Солнце плывет в океане В городе пам-то дригада, Там, где сегодня пишу я, Плежно жаном зеленой, Надлеваем балконы, Трениваем улицы гада, Улицы везут по склонам, Я в зеленоуличном шуме, Целкопедительный кон. Спят под лесами луканы, Как беспокойные дети, Помнили жесткие канны, Красные свечи со светей, А ох, это все существует, Вот уже восемь столетий, Ёбки метут мостовую, Трогают жалюзи ветер. Если опять устану, От ежедневной погони, Сон приснится знакомый, Ночи короткая трада, Хлопают черные ставни, Целкуют звонкие кони, В городе пам-то дригада, В городе пам-то дригада. В городе пам-то дригада. Спасибо. Спасибо. Так, это было? Да, тут просили спеть песню. В 2003 году мне велось участвовать, В книге это есть. На рейсе в Баренцево море, На гидравлическом судне Сенеш, Мы искали остатки на грунте кораблей, Пещер неизвестного конвоя ПК-17, Уничтоженного Гекеровской авиацией водородными лодками, В летом 1942 года. И, в частности, там описана вся эта история подробно В книжке, а просто мне придется написать Английскую песенку моряков полярных конвоев. Не память темная. Не сидеть мне в поверье портовой, И не спать с молодою желаю, Завтра будто вам даем мы швартовой, Этот порт покидая родной. До свидания, пульки Манчестер, Мы уходим в туманную даль, Никогда уже намернее вместе Не придется нам собраться, а жаль. Что ты слышишь, что молчишь, дружок, С лыбкой гордой, На спасательной глядя круги, Нам насилие в полярных фернах Коровам поджидают враги. До свидания, пульки Манчестер, Уходим в холодную даль, Никогда уже намернее вместе Не придется нам собраться, а жаль. Это треску судьбы не просили, Но иметь здесь, конечно, нельзя, Там, на севере, в далекой России Коровам ожидают друзья. До свидания, пульки Манчестер, Уходим в холодную даль, Никогда уже намернее вместе Не придется нам собраться, а жаль. Но тот, кто жал. А если кто на дне новоселья Встретит прессы и назад не придет, Тем, кто мянет полной кружкою эля, Коровевский коммерческий флот, До свидания, пульки Манчестер, Мы уходим в холодную даль, Никогда уже намернее вместе Не придется нам собраться, а жаль. А если кто на дне новоселья Коржаные куртки, Я, естественно, спою, но лучше песенный голос. Если у вас любимая, Вы имеете в виду, женщина или песня, Конечно, не хочу. А сейчас Бог слышит, Ответ или песня, я не понял. Подпирая щеку рукой, от житейских устав не взгонит. Я на снимок смотрю с тоской, а на снимке двадцатый год. Над бесечком клубица пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме двенадцать лет. Над бесечком клубица пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме двенадцать лет. Под зеленым ковром травы, Моя мама теперь лежит. Ей защиты не сдал, увы, Ненадежный Давидов щит. Никого из моих родных Ненароком не назовут. Кто стареет в район иных, Кто убитый лежит ворота. Никого из моих родных Ненароком не назовут. Кто стареет в район иных, Кто убитый лежит ворота. Завершая ручный век, Солнце плавится за горой. Двадцать первый тревожный век Начинает свой год второй. Выгорает седой ковы, Старый город в оклу одет. Мою внучку зовут Раким, Моей внучке двенадцать лет. Выгорает седой ковы, Старый город в оклу одет. Мою внучку зовут Раким, Моей внучке двенадцать лет. Пусть поет ей весенний хор, Пусть минует ее слеза, И глядят на меня в упор, Юной мамы моей глазова. Отпусти нам, Господь, грехи, И детей упастье отметь. Мою внучку зовут Раким, Моей внучке двенадцать лет. Отпусти нам, Господь, грехи, И детей упастье отметь. Мою внучку зовут Раким, Моей внучке двенадцать лет. Донской монастырь Да, сегодня годовщина, еще гибель Адмирову. Умер в этот день, двадцать северного ноября восемьдесят девятого года. Замечательный русский историк, пушкинист, один из крупнейших наших историков, пушкинистов, писатель, замечательный мой ближайший друг Наталья Викторовича Дульмана. Открыл нам заново русскую историю церкви. Право всего, да, В Донском монастыре, в Лакимации, дальше. Он любил эту песню. А в Донском монастыре Землею убранство Спит в Донском монастыре Русскую дворец. Взяв метель и потусы За стеной, как близнецы, Встали на постройки. Срядцы выражены дворцы, А кровь и нем пупицы В забыганной стройке. На автоцком монастыре В реке птичьих странский Спит в Донском монастыре Русская дворец. Дребут шуму вопреки И близки и далеки От грачиных криков Каламбергеры, старики, Каванеры, моряки И поэты, язвы. По вкусам шелек палат Вверх гусарской чести Дамы пиковые спят С гербанами вместе Под бессонной Москвой Под зеленой травой Спит и нас не судили Век, что век закончен свой Без войны, без горовой Без вселенских сует Листопад в монастыре Вот и осень, здравствуй Спит в Донском монастыре Без войны, без гороскопа Вверх двадцатый на дворе Теплый дождик в сентябре И взлетит в пространство А в Донском монастыре Сладко спится Озарит русскому военскому Вверх двадцатый на дворе Теплый дождик в сентябре И взлетит в пространство А в Донском монастыре Сладко спится Озарит русскому военскому Вверх дворе Теплый дождик в сентябре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...